Казахстану необходимы проекты, которые дадут серьезный мультипликативный эффект, заявил на заседании третьего национального Курлтая президент Касымжимар Токаев. Он поручил правительству реализовать уже в этом году четыре масштабные инфраструктурные инициативы. Запустить новую жилищную программу для сельчан, полностью отремонтировать энергообъекты и сети, стимулировать внешний торговый оборот, а еще развивать IT-технологии. Впрочем, кроме благ материальных для казахстанцев, говорил глава государства и о делах духовных, истории и национальной идентичности. Обо всем по порядку расскажет Кунсая Курмет. У любого государства есть три пути эволюции. Это деградация, застой или развитие. Нет пути назад и нельзя жить отголосками прошлого. Казахстан выбирает развитие, заявил президент. А это будет возможно, если мы будем следовать базовым ориентирам государства и общей идеологии. Никто не должен оставаться безучастным. Только сообща можно достигнуть поставленных целей и решить накопившиеся вопросы. Примером в этом деле смело можно назвать национальный крултай, подчеркнул президент, начав свою почти двухчасовую речь. Площадка доказала свою эффективность. Здесь не только поднимают важные проблемы общества и выдвигают инициативы, но и работают точечно, предлагая механизмы их решения. Крултай никогда не был площадкой для помпезных собраний и бесполезных разговоров. Этого не будет и впредь. На предыдущих двум заседаниях был дан старт важным для развития страны начинанием. Многие из них уже реализованы. В целом позитивные изменения происходят в разных сферах и направлениях. Минувшей осенью в послании мною был объявлен переход к новой экономической политике. В начале февраля сменилось правительство, перед которым поставлены новые задачи. Однако, чтобы стать действительно развитой страной, решения одной лишь экономических задач недостаточно. Мы должны действовать комплексно, определив ориентиры не только в социально-экономической, но и в идеологической сфере. Невозможно сформулировать идеологию государства, обойдя историю стороной. Но и спорить о прошлом, кто прав и кто виноват, не стоит, сказал президент. Время все расставит по местам. Нам остается только переносить ход истории на бумагу. Без прикрас и лукавства. Кроме того, в истории казахского ханства есть много недооцененных страниц, которые могли бы создать достойный образ нашей страны на международной арене. Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном. Недавно с привлечением признанных иностранных специалистов. Начата работа над многосерийным документальным фильмом об истории легендарных деятелей Золотой Орды. Этот фильм следует презентовать на популярных международных платформах. Отходя от истории, возвращаясь к сегодняшним реалиям, глава государства откровенно заявил. В обществе стало много проявлений жестокости. И пора открыто говорить об этих социальных недугах. А известная правозащитница и член национального курултая Айман Умарова предложила сегодня создать институт прав женщин и детей. Она подчеркнула, что президент держит на контроле вопросы по противодействию насилию. И сегодня все поднятые членами курултая проблемы сразу нашли свое решение. Я довольна, что сегодняшнее выступление сразу же имело его реакцию. И, конечно, это важно, политическая воля, как бы там кто ни говорил. Я там боролся, я там, ну я боролась, многие боролись. Но международные эксперты тоже отмечают, что важно в любой стране, когда есть какая-то инициатива, когда есть политическая воля, когда есть политическая воля, все остальные уже, наверное, особенно государственные органы, они должны выполнять это. Казахстан должен поставить надежный заслон распространению пяти социальных зол, заявил Касмажмар Тукаев. Для борьбы с лудоманией президент также поручил утвердить законопроект до конца текущей сессии, который сейчас находится в парламенте. Кроме того, обязал правительство реализовать четыре масштабные инфраструктурные инициативы. Это ремонт 55 действующих теплостанций, модернизация 6,5 тысяч километров инженерных сетей и еще 12 тысяч километров автодорог. Также запустить новую жилищную программу, довести до логического завершения программу газификации. Казахстан у порога постиндустриальной модели общества, драйвером которой являются идеи инновации. Поэтому наша стратегическая задача – отцифровать все отрасли и внедрять искусственный интеллект. Именно за ним будущее, подчеркнул президент. Цели определены, задачи поставлены. Итоги работ подведут через год. Ну а следующее заседание Курлтая пройдет в еще одном сакральном для Казахстана месте, где ханам Аблаем принимали судьбоносные политические решения. В Каши Тау. Кунсая Курмет, Тулеген Бесимбаев, Асхат Азертханов, Жбек Жолы.